Доброго ремюток, друзья! Уже практически лето, и за оставшиеся полгода мне бы хотелось выпустить еще парочку проектов в релиз. Оба эти проекта выйдут на консоли, и один из них будет, конечно же, платформером. Я подумал, почему бы не записать полностью весь процесс создания этой игры, от ее старта, так сказать, до прям публикации. Как вы уже, наверное, поняли из названия, я буду использовать готовый Asset Core U-Engine, чтобы не программировать механики самостоятельно и сэкономить очень много времени. При том, что лучше я все равно не сделаю, а если и сделаю, то очень и очень не скоро. Ну а если ты противник Asset'ов и хочешь копнуть глубже, если тебе интереснее самому писать код, то школа XVZ School запускает курс, на котором ты научишься работать в Unity с нуля, и сможешь создавать простые 2D игры с оружием, мобами и даже боссами. Сможешь работать с внутриигровой камерой, анимацией, визуальными эффектами и звуком. А по итогу у тебя будет полноценный прототип игры со множеством механик, которые можно будет развивать и превратить в полноценную игру. Преподаватель курса Алексей Малороссиянов, ведущий Unity-разработчик в Pixonic. Студенты XVZ School устраиваются в Spirosoft, SaberMy.com, Digital Forms и другие студии. Курс стартует с 15 мая, и его можно купить в рассрочку на 6 месяцев. И это не кредит, проценты платить не надо. Кстати, сейчас действует акция, благодаря которой ты можешь приобрести любой курс со скидкой 20%. А по промокоду UMAIRTALASKI вы получите еще 10% скидки сверху. Все ссылочки в описании под видео. А сейчас этот асид стоит 60 долларов, но обычно он по скидочке бывает стоит 30 долларов. И даже, по-моему, чуть поменьше бывает. В общем, всегда можно поймать момент, чтобы купить его подешевле. Но, честно скажу, что даже эти 60 долларов он свои оправдывает. Если вы всерьез намерены делать хорошие проекты и публиковаться на консоли, или просто хорошо зарабатывать на хороших проектах, то я бы вам рекомендовал не заморачиваться и брать его как можно скорее. После того, как вы приобретете асид, заходим в Юнити. Я думаю, не нужно объяснять, как его скачивать и устанавливать. В принципе, у меня про это тоже есть видео. Мало ли что. А желательно сразу сверить версии, потому что они могут немножечко отличаться. И если вы когда-то давно покупали асид и давно им не пользовались, то, возможно, вам придется его сначала обновить. Так, у нас сейчас действует версия 6.7 от 6 января 2021 года. И давайте уже создавать новый проект. Как думаете, как же мы назовем эту игру? И что это вообще будет за платформер? А почему бы не сделать вторую часть Дарксоуса? Тот мы сделали на стриме, а этот мы сделаем просто в серии видео. Оу, тут уже есть такой проект, потому что я действительно его уже начал. И раз уж показываем все с нуля, то делаем все с нуля. А проект будет в 3D, потому что мы будем использовать 3D графику, сделанную в Magic Voxel. Так, Dark Souls 2. Все, создаем. Насчет рендера пока не будем заморачиваться. Скорее всего, это в итоге будет универсальный рендер, чтобы игра была более шустрой, так как тяжелой графики там не планируется. Но пока что, пока что, пусть будет обычный стандартный рендер. Теперь остается только ждать, пока Unity сама сделает нам игру, все это прогрузит, а я пока заварю себе чаек. Впрочем, пока он грузится, я залогинился на сайте Asset Store, если вы там еще не регистрировались, а вам здесь тоже следует залогиниться. А если вы еще не регистрировались, здесь не переживайте, потому что как только вы регистрировали, чтобы скачать Unity, здесь будет тот же самый аккаунт. Так, в принципе, уже здесь можно будет потом нажать кнопочку Open in Unity, когда сама эта Unity прогрузится. Она вроде прогрузилась, и игру мне не сделала. Жалко. Зато сделала кучу ошибок, но это нормально. Все, ошибочки убрали. Переходим в Package Manager. Если у вас его здесь нет, открываем Windows, и вот он будет здесь. И да, такое тоже бывает, то что Package Manager не открывается. И даже если я сейчас здесь нажму Open in Unity, открыть приложение в Unity Editor, он вам тоже здесь не откроется, а будет выдавать кучу ошибок. Это глюк Unity, возможно, вот этой конкретной версии. Ну и, собственно, на этом создание игры подошло к концу, я, честно, пытался, но не получилось, не фортануло. Всем спасибо, всем пока. Ладно, давайте попробуем еще раз. А я просто перезапускаемся. Вот теперь он сразу открылся как надо, без всяких ошибочек. Видно, испугался, что я больше никогда не открою Unity и перейду на Unreal Engine. То-то и оно. Но пока что мы простим ему эту оплошность. Нажимаем импорт, но сначала придется нажать Download, если вы еще его не скачивали. И нажимаем импорт. Весит пакет почти 300 мегабайт. Но когда распакуется, будет весить чуть больше гигабайта. Просто будьте к этому готовы. Да. Да. Понятия не имею, чем он от меня хотел, я не успел прочитать. Снова нажимаем импорт. Снова ждем. Это начинает входить в привычку. Так, ну что, прошло всего лишь где-то минут 10. Он все импортировал. На более стареньких и слабеньких компьютерах, возможно, это займет гораздо больше времени. Но если вы создаете проект на SSD диске, то, скорее всего, наоборот, намного быстрее. Суть не в этом. Суть в том, что мы теперь открываем нашу папочку Corgi Engine, демос. И что я вам советую сделать с самого начала, так это поиграть во все вот эти вот демки, которые тут есть. Прям выбираем какую-нибудь самую первую Bro Bro, нажимаем Bro Bro Level, запускаем. Я не буду играть сейчас в каждую из этих демок, просто покажу вам суть, что вам нужно будет с этим совсем сделать. Ай, ай, ай. Так, как бы все работает. И меня уже убили даже в демке. Класс. Ай, эскейп. И возвращаемся к Level Selection. Здесь тоже можете повыбирать более наглядное, что попробовать. Вот. И нас больше всего будет интересовать именно вот эта вот штука. New Corgi 3D. Ну что, по сути, Dark Souls будет, ну, примерно в таком же плане. Только здесь Корги лоу-польный, а у нас будет воксельный. Пик. Заметьте, здесь куча разных эффектов. Растяжение, сжатие, анимации и все такое. Как бы все прикольно. Кстати, вот они воксельные. Прикольно. Ну, прыгнуть на них нельзя. Кайф. Собственно, теперь, когда мы во все это поиграли, я рекомендую вам посмотреть, так сказать, проанализировать вообще сцену. Какие на ней есть элементы и какие на них висят компоненты. То есть, как это все вообще все работает. И как вам в итоге получить примерно то же самое. Как только вы с этим более-менее освоитесь, вам уже будет проще понимать, как это все должно выглядеть именно в вашем проекте. Теперь давайте освоимся немного самыми азами этого асета, этого движка, чтобы нам можно было уже в следующем видео добавить свою графику и создать, так сказать, свои первые уровни со своими первыми персонажами. А я рекомендую начать с папки Minimal и выбрать здесь. Здесь, кстати, обязательно тоже во все это поиграйте. Посмотрите фишечки и всякие штучки на вороты, которые есть в этом движке. И как бы решите для себя, что из этого вы добавите в свой проект, что проигнорируете. Это тоже немаловажно. Нас будет интересовать сцена Minimal Level. Нажимаем на нее два раза. А здесь тоже нажимаем два раза, чтобы приблизиться. И это просто самый минимум. Здесь практически ничего нет. Если мы его запустим... Здесь будет просто такой квадратненький персонажик, который тоже имеет какие-то способности. И есть стены. Есть интерфейс. Меню паузы. Инвентаря... Нет. Да. Вот. Это как бы самый минимум, с которого мы начнем. И будем потихоньку превращать все это дело в Dark Souls 2. А что я рекомендую сейчас сделать... Это выбрать Minimal Level и нажать Ctrl D, чтобы нам его продублировать. И теперь переносим его в папочку Asset. Самую верхнюю. Здесь я обычно создаю папку со своим собственным проектом. Ставлю такую черточку нижнюю, чтобы он был в самом начале. И в этой папочке желательно тоже создать папочки. Для организации всего контента, который здесь будет находиться. Папку Art я обычно использую для всяких моделей и спрайтов. Ну, это уже потом, когда будем сюда загружать. Отдельно создаем папочку Ascens. Ну, либо Levels, кому как больше нравится. И сюда будем загружать все сцены, все уровни, которые будут у нас в игре. В том числе и вот эта минимальная. Также отдельно здесь потом создадим папку Звуки, Музыка и все, что нам еще потребуется сюда впоследствии добавить. Пока что не будем ничего нагромождать. Нам хватит вот этих двух папок. А теперь нажимаем на Minimal Level 1. Убеждаемся, что мы загрузили именно его. Чтобы не трогать основные файлы и демки Корги. Возможно, они нам еще пригодятся. И снова нажимаем Ctrl-D, чтобы продублировать. Все, называем это Test Room. И здесь мы будем творить магию. Переходим в нее также два раза. Все. Теперь, как нам превратить все это дело в 3D? Потому что сейчас он пока еще 2D-шный. На самом деле, в Юнити все и всегда 3D-шное. Как такового 2D здесь особо-то и нет. Но в этом углубляться не будем. Чтобы игра воспринималась уже как 3D-шная, давайте добавим сюда какой-нибудь кубик. Удерживая клавишу V за вот эту штуку, за какой-нибудь краешек, притащу его вот сюда. То есть мне просто нужно его в какой-нибудь угол так вот перенести. И теперь смотрите, в чем фишка. Сам этот квадратик, кубик, сейчас он у нас как квадратик. Темный, хотя материал белый. Это потому, что здесь нет никакого источника света. Добавляем Directional Light. Отлично. Можем даже сразу поставить мягкие тени. Пока что это будет просто кубик. И теперь, чтобы мы видели его как кубик, а не как квадратик, мы переходим в Minimal Camera Rig, регуляр камера и меняем проекцию с ортографии на перспективу. Готово. Первый шаг сделан. А теперь самое забавное. То, что мы этот кубик видим уже в перспективе. Персонаж, правда, стал крупнее, потому что из-за смены проекции у нас как бы изменилось фокусное расстояние. В ортографии мы все равно будем видеть его как квадратик. Так что, ну на мой взгляд, все равно это немножко скучно. Можно совмещать такое 2D с 3D, и как это сделано в классном проекте Last Night. Но сразу говорю, что это долго, это сложно, и пока что мы на этом останавливаться не будем. Поставили перспективку. Теперь давайте определимся, какого расстояния нам хватит, чтобы персонаж был на комфортном расстоянии от нас. Нажимаем паузу, отжимаем Maximize on Play, и отжимаем паузу. Теперь, используя параметр Field of View, мы не можем сейчас ничего сделать, потому что он у нас привязан к скрипту. Здесь у нас сейчас стоит число 40, и в объекте Cinemachine, то есть сюда уже прикрутили крутую камеру от самих Unity, с которой можно делать и различные катсцены, и множество таких эффектных переходов, и вообще много чего еще полезного есть в этой камере. Главное, что она у нас тут есть, и она уже настроена. Ищем Lens Vertical Foe, то есть это как раз то, что нас интересует, и по сути вот эти вот три параметра, они будут дублироваться у вас вот сюда, в компонент камеры. Если бы его не было, мы бы сразу здесь все поменяли, и все бы работало. А так нам нужно менять это вот здесь. Я думаю, что где-то 82, наверное, будет вполне достаточно. Давайте снова развернем его на всю. Да, 82 должно быть вполне достаточно. А теперь смотрите, какая фишка. Как только я отжимаю Play, значения здесь вернулись обратно на 40. В режиме, так сказать, игры, значения, которые мы сюда вносим, как правило, не сохраняются. Это удобно для тестирования, как раз по отбору нужных значений. Но просто не забывайте, что если вам нужно внести какие-то конкретные изменения, вы можете, либо, так сказать, выключить режим Play и внести сюда нужное значение, либо, если у вас много каких-то параметров, давайте, например, сделаем вот так, которые вы настроили в режиме Play Mode и вы их все просто не запомните и не хотите переносить, то после того, как вы их здесь все понастраивали, нажимаем правой кнопкой мыши на компонент, в котором вы сделали все эти изменения, нажимаете Copy Component, выходим из режима игры и снова нажимаем сюда правой кнопкой мыши Past Component Values и мы ставим сюда те значения, которые мы скопировали. Это такой маленький лайфхак на будущее. А теперь давайте быстренько заменим вот эти вот непонятные квадратики с названием Platform на полноценные вот такие вот платформы. Я нажал Ctrl D, чтобы продублировать этот кубик. Нажимаем T, чтобы у нас включился вот этот режим масштабирования и просто вот так вот его растяну. Тык. В принципе, мне больше с ним ничего делать не нужно и даже если я сейчас уберу вот эту платформу, персонаж не должен упасть ниже нее. но может при кое-каких обстоятельствах. Вообще, нам нужно будет по-хорошему поставить сюда слой платформ и тогда он точно не упадет. Но, как видите, он все равно падает вниз, потому что Corgi Angel не работает с 3D-шными бокс-коллайдерами. Это странно, это тупо, но их нам нужно заменить на бокс-коллайдер 2D либо на некоторые другие коллайдеры, но об этом позже. Все, и теперь мы можем ходить по этим самым кубикам. Опс. Как видите, слой платформы он держит, а слой дефолта уже нет. Вот мы и убедились на 100%. В общем, вердикт такой, что если хотите создать платформы, ставьте им слой платформ. А теперь, почему бы нам не превратить вот этого вот белого кубика в полноценного персонажа. Сделать это можно в пару кликов. Добавляем сюда компонент Charakter. И вы не поверите, насколько здесь все просто. Просто нажимаете Auto Build Player Charakter. Единственный момент вам нужно будет удалить бокс-коллайдер, чтобы добавились все вот эти скрипты и, кстати, бокс-коллайдер 2D. По сути, это ваш персонаж. Он уже готов, а именно в техническом плане. Сейчас у нас тут будет два персонажа одновременно управляться. Это будет немножечко забавно. Как видите, камера немного подлагивает из-за этого. даже не то, что подлагивает, она просто как-то дергается. На самом деле, здесь 600 FPS. В любом случае, давайте уберем нашего... мне не нужно вот этого персонажа здесь. Где он? Так, Level Manager. И здесь вкладочка Player Prefabs. Сюда будут добавляться персонажи, которыми можно будет играть на этом конкретном уровне. Для начала нам нужно этот кубик обозвать. Ну, допустим, просто руки запутались. Возвращаемся в Level Manager и добавляем его вот сюда. Все, теперь этот можно убрать, либо вообще его отсюда удалить. И запускаем. Все, у нас есть персонаж. Он буквально, по-моему, стоит на краю. Ну-ка. Ну да, он где-то здесь посерединке находится. Вот. Ну, а суть в том, что у нас уже, по сути, 3D с 2D спрайтами. Как видите, у нас уже есть там всякие способности. Мы даже, можем смотреть вверх-вниз, можем бегать, двойной прыжок делать. В общем, у нас технически все готово. Нужно только вставить сюда персонажа, анимировать его и настроить все вот эти способности. А их здесь, как видите, очень и очень много. И это еще далеко не все, что можно повесить на персонажа. И это далеко не все способности. И в следующих видео я как раз подготовлю первый пак графики для вокселей. Заодно тоже, наверное, про это сниму видео, чтобы вы их делали вместе со мной. И уже в следующей серии по Корге, по Дарк Соусу мы будем совмещать вот эту техническую часть с анимациями персонажа, чтобы Нес тут бегал и прыгал уже веселый динамитный свин. А не просто кубик. А для полноты картины давайте добавим сюда еще пару кубиков, из которых сделаем что-нибудь интересное. Например, пусть это у нас будет вражина какая-нибудь. Так, создаем материал. Просто будет красный какой-нибудь такой. максимально все просто чистят для прототипирования. Накидываем его сюда. Делаем вот таким красным. Так. И с такой же легкостью вешаем сюда персонажа. Но уже создаем не плеер-чарактер, а аи-чарактер. А, да, убираем MOX коллайдер. Тык. А теперь в чем суть? Давайте его подвинем. Enemy. А сейчас изначально персонаж этот вроде как не должен ничего делать, никуда ходить, он просто будет существовать. Да, нет, он ходит. Он ходит, а у меня почему-то все равно подлагивает камера. В полном экране, так сказать, ничего не подлагивает. Уже какая-то ошибка появилась. Так, давайте посмотрим, что у нас тут за ошибочка. Аниматор Extensions. У нас, собственно, сейчас нет никаких анимаций. Я так понял, Корги хотел запустить анимацию смерти персонажа, но у нас нет никаких абсолютно анимаций, поэтому он на нас ругается. Собственно, давайте немножечко поднастроим. персонажа вражеского, сделаем ему маленькую скорость движения, все это мы будем разбирать еще на нашем основном персонажа в следующих сериях, и вы также можете без зазрения совести убирать те компоненты, которые считаете ненужными. То есть, например, если ваш враг или персонаж не умеет или не будет делать рывок вперед, можно просто удалять эти компоненты, чтобы они здесь не висели. прыжок, пожалуй, можно пока оставить. Далее у этих персонажей, контролируемые искусственным интеллектом, есть еще маленькая приятная штука. А сейчас здесь добавлен просто AI-волк, то есть это скрипт, который будет у нас отвечать за патрулирование, ну просто, грубо говоря, за ходьбу этого кубика туда-сюда. Но также у нас есть скрипт AI-брейн и здесь мы можем полностью настраивать, так сказать, поведение нашего врага. Это тоже не за одно видео и не за пять минут все будет показано, но суть в том, что вы без единой строчки кода сможете задизайнить и загеймплеить всех своих врагов, которых только придумаете. Но пока что, опять же, не буду сейчас затягивать конкретно этот ролик. Вы, кстати, можете также зайти в различные префабы, ищите в этих папках demos папочку префабс и повыбирать здесь уже готовые, так сказать, компоненты. Так, переключимся в 2D режим, чтобы нам проще было все это выставлять. и просто посмотреть, какие компоненты висят на этих персонажах, какие значения в них выставлены, и то же самое, переносить на свой вот этот кубик. Здесь у нас даже лесенку можно вот так поставить. Кстати, практически самый простой элемент, который сюда можно добавить, и, по-моему, даже сейчас у нас так будет работать. Несмотря на то, что мы, по сути, ничего не настраивали, у нас работают лестницы на вот этом простом кубике. То есть, это прекрасно. И вся прелесть как раз-таки этого асета в том, что вам, по сути, нужно просто создать графику. И под эту графику уже у вас подстроятся все вот эти вот скрипты. Вам не нужно ничего программировать. для новичков в Юнити это будет, по-моему, самый шикарный вариант. Особенно для тех, кто хочет перейти из других движков и не хочет тратить много времени на изучение. Ай, меня опять убили. Педобир этот бегает. Ну что ж, ребятки, на этом первую серию, я думаю, можно заканчивать, чтобы сильно все не затягивать и не напугать вас большим количеством информации. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие ролики, следующие уроки и не забывайте заглядывать в мой инстаграм. Все необходимые ссылочки есть в описании под видео. С вами, как всегда, был Арталаски. Пока.